Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. И традиционно давайте сначала проверим связь. Как вы меня видите, как слышите? Нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, если все хорошо, связь не подводит. Меня и видно, и слышно. Вот, вижу, отлично, побежали огонечки. Здорово. И сегодня мы с вами поговорим об инновациях в экологическом образовании. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, также родителям. Представлюсь для тех, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь руководителем службы социального сопровождения семей с детьми, член экспертной группы аттестационной комиссии. И еще тоже традиционно хочу попросить вас, напишите, пожалуйста, в чате, из каких вы населенных пунктов, кто вы по профессии. Очень важно нам традиционно знать географию нашего вебинара. Я буду читать, заодно, пока рассказываю, буду прочитывать. Давайте тогда начнем. Итак, все мы дети природы. И каждый человек с малых лет должен познать ее и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не губительной частью мира. И веками человек был потребителем по отношению к природе, жил и пользовался ее дарами, не задумываясь о последствиях. Сегодня, как никогда, экологическое образование стало одной из актуальнейших проблем современного общества. Спасти окружающую среду человечество сможет при условии осознания каждой ответственности за судьбу нашего общего дома, планеты, Земля. Обретение экологической культуры, экологического сознания, мышления – это единственный для человечества выход из сложившейся ситуации. Изменить мировоззрение взрослого человека практически невозможно. Только у подрастающего поколения можно сформировать экологическое сознание. Тогда человек будет считать себя частью природы. Наша задача – формировать у детей дошкольного возраста экологическую образованность, культуру, поведение к природе. Экологическое отношение к миру природы формируется и развивается на протяжении всей жизни человека. Мир природы удивительен, прекрасен. Однако не все способны видеть эту красоту. Многообразие цвета, форма, разнообразие оттенков, красок неба, воды, листьев. Умение смотреть и видеть, слушать и слышать не развивается само собой. Не дается, к сожалению, от рождения в готовом виде, воспитывается только. Учиться жить в согласии с природой, с окружающей средой следует начинать в дошкольном возрасте. Дошкольное детство – это начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладываются основы личной культуры. Дети дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним способом познания – наблюдением и копированием поведения взрослого. Стало быть, способы природоохранного, экологически грамотного поведения взрослых ставят во главу угла. И основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном возрасте. Во взаимодействии с естественной окружающей средой ребенок – активный субъект. Через общение, наблюдение, экспериментирование, игру, природоохрану и другие виды деятельности ребенок приобретает полезный личный опыт. Он должен ощутить собственную возможность познать мир и взаимодействовать с ним, понимать то, что наблюдает, правильно выражать свои мысли, озвучивать свои чувства. Показателями такой активности является эмоциональное восприятие, естественной окружающей среды, взвешенная самостоятельность, поведение, навыки практической жизни в естественной окружающей среде, достоинство в отношении к его компонентам, владение средствами самозащиты, умение преодолевать трудности. Физеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает деятельностный подход к определению содержания и организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников можно осуществлять по всем образовательным областям. Например, содержание образовательной области, социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том числе и по отношению к природным объектам, а также формирование основ безопасности в поведении, в быту, в социуме, в природе. Содержание образовательной области, познавательное развитие направлено на формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах, отношениях, форме, цвете, размере, причинах, следствиях и так далее. О планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразие стран, народов и расширение кругозора детей. Содержание образовательной области, речевое развитие предполагает знакомство с детской литературой, в том числе и с природоведческой. Образовательная область, художественно-эстетическое развитие предполагает становление предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы, формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом. Образовательная область, физическое развитие направлено на становление ценностей здорового образа жизни у дошкольников. Основная цель работы с дошкольниками по экологическому воспитанию предполагает формирование у каждого ребенка убеждения в необходимости бережного отношения к природе, стремление к адекватному восприятию знаний и выработке навыков по охране природы, приобщение к мировому уровню экологической культуры. Для реализации этой цели необходимо построение целостной системы экологического образования, основанной на научно разработанных принципах создания экологических программ с учетом, опять же, в ГОС, дошкольного образования. Специфической чертой методики экологического воспитания дошкольников является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, живое общение с природой, животными, наблюдение, практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы через книги, слайды, картинки, беседы и так далее имеет второстепенное значение. Его задача заключается в расширении и дополнении впечатлений, которые ребенок получает от непосредственного общения с природой. Поэтому в дошкольном учреждении необходимо создание зоны природы или, другими словами, эколого-развивающей среды, создание которой является одним из условий экологического воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении. Насыщенное многообразием живых объектов среда позволяет дошкольникам не только наблюдать за рыбками, например, за птицами, растениями, но и принимать непосредственное участие в уходе за ними, опять же, под руководством, конечно, педагога. Такая деятельность способствует формированию у детей бережного отношения к природе, воспитывает доброту, отзывчивость. Грамотно организованная предметно-развивающая среда экологического содержания обеспечивает формирование у каждого ребенка потребностей во взаимодействии, общении с объектами природы, помогает сформировать познавательное отношение к ней и обеспечивает становление ценностного отношения ко всему живому. Вот почему работе по экологическому воспитанию дошкольников основной упор должен быть сделан на организацию эколого-развивающей среды. Экологизация развивающей предметной среды в образовательных учреждениях должна способствовать реализации всех компонентов его содержания и познавательного, и нравственно-ценностного, и деятельностного. Результативность экологического образования дошкольников во многом обуславливается теми внешними условиями, в которых находится ребенок. По мнению многих исследователей, эти условия можно обозначить как культурный ландшафт, способствующий формированию подрастающего поколения созидательного, ценностного отношения к тому, что их окружает. Экологический ландшафт является тем пространством, которое необходимо для всестороннего комплексного развития ребенка. Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что прекрасный ландшафт имеет такое громадное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать с влиянием педагога. К экологическому ландшафту дошкольного образовательного учреждения можно отнести следующие компоненты. Это групповой уголок природы. Зимний сад, экологическая комната, экологическая лаборатория, экологическая тропа. Итак, групповой уголок природы. Очень кратко, потому что это традиционные моменты, и смысла здесь становится нет. У нас тема немножко другая, про инновации. Но не могу все-таки обойти вниманием, нужно упомянуть. Итак, уголок природы является образовательным элементом в каждой возрастной группе. Здесь все знакомо, поэтому не задерживаюсь. Экологическая комната. Экологическая комната предназначена для проведения организованных занятий с детьми эколого-природоведческого содержания. В экологической комнате могут быть собраны иллюстративные, макетные, плакатные материалы природоведческого, экологического содержания. Что там еще? Карты, схема, модели. Разнообразные дидактические игры, способствующие формированию у детей системы представления не только о природе родного края, но и о взаимодействии человека с миром природы, о его позитивном воздействии на природное окружение в целях сохранения и приумножения природного достояния. Зимний сад. Итак, зимний сад в детском саду – это такое некое пространство, помещение вне стен детской группы, где дети проводят большую часть времени. Проще говоря, это отдельная комната в здании детского сада, такой своеобразный живой уголок. Место, где каждый ребенок получает уникальную возможность селиться с природой, набраться от нее позитивной энергии, живительной силы. Тут малыши смогут научиться ухаживать за растениями, наблюдать за их развитием, ростом. Это позволит воспитать в ребенке очень важные качества – самостоятельность, ответственность, доброту. Есть только одно печальное «но». Далеко не все детские сады могут себе такое позволить. Обычно довольствуемся малым, чем клубы в теплое время года на улице. Живность – это птички на ветках, ну или в крайнем случае рыбки в аквариуме. И все. В общем, подобный зимний сад, конечно, требует, о чем я говорила, требует немалых затрат. Дальше. Экологическая лаборатория ориентирована на формирование экологического мышления детей, расширение кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков, развитие умений анализировать, систематизировать, обобщать полученные знания. Выполнение практических заданий и участие в практической природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению окружающей среды. И можно выделить следующее направление экологического образования в нашей экологической лаборатории. Это живая природа, и выявляя потребность растения в воздухе, пытались, например, понять, как происходит процесс дыхания у растений. Смазывали одну сторону листочка вазелином, наблюдали, сделали вывод, что те листочки, которые были смазаны вазелином с нижней стороны, они погибли. Наблюдали за состоянием растений в зависимости от полива и тоже сделали вывод, что растения без воды жить не могут. В феврале-марте у нас был проведен цикл опытов посев и проращивания семян, необходим ли свет растениям. Что мы еще там делали? Проверяли скорость таяния снега в зависимости от изменения температуры и так далее. Следующее направление – это неживая природа, воздух, почва, вода, свет и так далее. В занимательных опытах, экспериментах выявляем свойства воды. Прозрачно, не имеет формы, приобретает форму сосуда, в котором находится, не имеет запаха, не имеет вкуса. Пытались и пытаемся, продолжаем работу, пытаемся обнаружить воздух в окружающем пространстве при помощи полиэтиленового пакета, соломинки, банки с водой, резиновой груши и других предметов. Выявляем материалы, которые взаимодействуют с магнитами. Дети пытаются выявить свойства магнита. Очень много интересных опытов было нами проведено со снегом и льдом. Что еще? Человек тоже направлением. Закрепляем представление детей об органах чувств, их назначения. Уши слышать, узнавать, различать звуки. Нос у нас определяет запахи и так далее. Форма организации детей по подгруппам и индивидуально. Стараемся строить отношения с детьми, опять же, на основе партнерства. Для поддержания интереса используем игровой сюжет, проблемные ситуации. Часто используем сказочных героев. В диалоге дети учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем. Делая выводы. В процессе экспериментирования дети получают возможность удовлетворить присущую им любознательность, почувствовать себя учеными, исследователями. Если человек экологически образован, то нормы и правила экологического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут убеждениями вот этого человека. Детям рассказываем о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми. И к таким проблемам относятся защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения, истощения, сохранения многообразия видов организмов и целостности сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья детей. Что еще? Экологическая тропа. Наряду с традиционными формами и методами экологического воспитания необходимо применять инновационные. Инновационные педагогические технологии позволяют сформировать у детей дошкольного возраста основы экологической культуры, научить их бережно относиться к природе, любить свою родину. И вот давайте остановимся на них. Экологическая тропа – это место в природе, специально организованное для познавательных и образовательных целей. Она позволяет дошкольникам познакомиться с природой, ее объектами, явлениями в естественных условиях. Экологическая тропа может быть организована на территории детского сада или рядом с ним. И основные этапы создания экологической тропы следующие. Первое, с чего мы начинаем – это определение места и объектов на тропе. Объекты могут быть природными – деревья, кустарники, травы, цветы, водоемы, а также созданные руками человека – парки, скверы, газоны. Дальше что мы делаем? Собираем фольклорный биолого-экологический материал о природных объектах. Это могут быть легенды, это могут быть сказки, это могут быть загадки, стихи, рассказы, наблюдения за животными и растениями. Затем мы разрабатываем экскурсионную программу. Необходимо продумать содержание образовательной деятельности на каждый месяц и для каждого объекта на тропе. Это могут быть беседы, рассказы, это может быть чтение книг, игры, рисование, лепка, сооружение домиков для птиц и другие виды деятельности. Затем мы организуем экскурсии на экологической тропе с учетом времени года. И дошкольники должны изучать особенности природы и фольклора в разные времена года. Это позволит им лучше понять, как меняется природа, как люди могут на нее повлиять. Что еще? Важно объяснить детям, что природа это наш дом и мы должны заботиться о ней. Необходимо развить у детей навыки наблюдения за природой, умение делать выводы, принимать решения. То есть мы это все с вами делаем в процессе организации деятельности. Дальше. Что еще? Можем также еще предложить детям поучаствовать в создании экологической тропы. Дети могут собирать материалы для занятий, рисовать, лепить, сооружать домики для птиц. Это поможет им лучше понять важность своей деятельности и почувствовать себя частью природы. И как использовать объекты экологической тропы? Организуйте занятия с воспитанниками на экологическом маршруте. Лучше, конечно, это в летний период удобнее делать. Давайте помним о том, что нам важно любые во все времена года это делать. И подготовьте объекты, которые помогут развить у них наблюдательность, любознательность, воображение. Я приведу примеры. Конечно же, вы исходите из того, что есть, например, на территории вашего дошкольного учреждения, либо рядом. Но как вариант, что может быть? Итак, стенд-план, отправной пункт маршрута, который помогает дошкольникам ориентироваться на территории образовательной организации, формирует представление о богатстве окружающего мира. И на стенде схематично изображен, вот по типу того, что сейчас вы видите на слайде, на стенде схематично изображен маршрут экологической тропы с объектами. Можно как раз здесь подключать иные навыки, фотошоп, другие редакторы, чтобы это было ярко, красочно, красиво, и детям было интересно, да, замотивировать их. Дальше, что следующее у нас? Старый пень. Ну, думаю, что однозначно на территории каждой организации мы можем найти Старый пень. Первый игровой объект экологической тропы, к которому подходят дети, это как раз Старый пень. Около него они находят подсказку, куда идти дальше. И вот этот момент мотивирует их на дальнейшую деятельность. Дальше, например, рябиновая роща. На этом объекте дети сравнивают рябину с другими деревьями. Педагог обращает внимание на то, что в течение года меняются листья, стволы, ветки. Рассказывает о том, что о деревьях необходимо заботиться, тогда на них вырастет много плодов. Спрашивает дошкольников, кто питается плодами рябины. Воспитанники исследуют листья, ягоды, узнают, почему ягоды рябины красные. Вместе с воспитателем дети собирают опавшие ветки, например, в рябиновой роще. С младшими дошкольниками педагог может провести игру, кто быстрее найдет такой же листочек, какой я покажу. Это как вариант, что может быть. Следующий у нас с вами пункт – лекарственные травы. И на этом участке маршрут воспитатель знакомит детей с травянистыми растениями, с их лечебными свойствами. С младшими дошкольниками педагог проводит беседу, почему этот цветок так называют. Дыхательная гимнастика, как пахнет цветочек. Со старшими дошкольниками педагог организует игровые упражнения. Назови растение и расскажи о нем. Найди растение по целебным свойствам. Остановись у отгадки. Каких растений здесь не может быть и так далее. Вот эти упражнения формируют правильное эко-поведение. Воспитанники приходят к выводу, что с незнакомыми травами нужно обращаться осторожно. Вместе с педагогом поливают растения. Следующий у нас с вами пункт может быть лиственничный лес. Лиственница – это полезное растение вообще на территории дошкольной образовательной организации. В жаркую погоду дети могут укрыться по тенью, подышать хвойным воздухом. Дошкольники вместе с педагогом собирают на объекте обавшие ветки. Шишки для поделок. Педагог рассказывает, кто живет в лиственничном лесу. Можно провести подвижную игру ловишки. Предлагает отгадать загадки на тему, что есть в лесу. Затем дети в группе уже рисуют пейзаж «Красивое дерево-лиственница». Следующий у нас с вами пункт – это скворечник. На объекте скворечник педагог рассказывает детям, что скворечники нужны птицам. Для чего? Чтобы укрыться от дождя, устроить гнездо, вывести птенцов. Дошкольники наблюдают, как ведут себя птицы у кормушки. Узнают, чем они питаются. И общение с пернатами всегда вызывает у дошкольников положительные эмоции. Наблюдение в течение года за этим объектом формирует целостную картину мира. Дети узнают о богатстве животного и растительного мира летом. И о том, как засыпает природа зимой. Педагог разыгрывает с детьми ситуацию «птичья семья». Проводит игру «птицы и птенчики». Дети приходят к выводу, что птенцов трогать нельзя, потому что их мама будет переживать. Дошкольники подкармливают птиц. Также педагог может прочитать им стихотворения, сказки, рассказы о птицах, загадывать загадки. Дети обсуждают, какие бывают птицы, как нужно о них заботиться. Затем уже в группе лепят для них угощения и строят домики. Следующий объект – это муравейник. И здесь дети узнают, для чего и как муравьи строят муравейник. Почему нельзя его разорять. Досматривают его схемы. Педагог рассказывает, чем питаются муравьи. А также проводят игры, в ходе которых дети понимают, что у муравьев есть семья и обижать их нельзя. Следующий у нас объект – место для посиделок. И на месте посиделок дошкольники играют в познавательные игры, выполняют упражнения на расслабление. Педагог проводит досуги на экологические темы, сюжетно-ролевые игры, например, прогулка в лес с семьей. Также на объекте педагог проводит с детьми беседы на тему, как вести себя на природе, можно ли рвать цветы, ветки безнадобности. А также читает экологические сказки, например, Мамина Сибиряка про Комара Комаровича, длинный нос и про мохнатого мишку, короткий хвост и так далее. Следующий объект у нас – опять старый пень. В конце пути педагоги должны использовать, конечно, сюрпризный момент, не забываем про него. Дошкольники возвращаются к старому пню, он рассказывает им интересную историю на экологическую тему, делает лесной подарок, шишки, листья, семена растений. Экологические тропы – это отличный способ заинтересовать детей природой, привить им любовь к ней. Они позволяют детям узнать больше о мире вокруг них, научиться ценить, беречь природу. Экологическим тропам можно посвятить целый вебинар. Я, конечно, у нас такая общая тема сегодня, хочу рассказать побольше о тех инновациях, которые мы можем использовать с вами. И поэтому кратко коснулась экологической тропы. Если интересна эта тема, пишите в комментариях, мы будем иметь в виду, возьмем на заметку, и тогда посвятим целый вебинар, целый час у нас будет идти рассказ про экологические тропы, как их организовывать. Хорошо? Дальше. Следующий у нас с вами лэббук. Лэббук представляет собой интегративную тематическую папку или книжку-раскладушку с кармашками, с дверками, окошками, вкладками, подвижными деталями. Выполняет познавательную, развивающую функции для ребенка в увлекательной, ведущей для дошкольника деятельности игре. Создание лэббука – это разновидность метода практик ориентированных, инновационных проектов, эффективное средство для совместной деятельности детей, педагогов, родителей, в процессе ознакомления детей с объектами и явлениями природы. Диана Алексеевна Готовская дает такое определение лэббуку. Лэббук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками, окошками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм, графиков в любой форме и на любую тему. Вот таким образом можно сказать, что лэббук – это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие у ребенка творческого потенциала, который учит мыслить, действовать креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. Одним из главных условий лэббука является то, что вся информация, собранная в нем, должна соответствовать определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, подается в виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр. Лэббук отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предметно-развивающей среде. В экологическом лэббуке могут быть собраны загадки, стихи, экологические сказки, пословицы о природе. Здесь же могут находиться разрезные картинки соответствующей тематики, дидактические настольно-печатные игры, пазлы, раскраски, кроссворды, ребусы. В доступной форме данное пособие знакомит детей с живой и неживой природой, природными ресурсами, их взаимосвязью с окружающим миром и непосредственно с человеком. Все это помогает детям раскрыть суть изучаемой темы. Знания, преподнесенные детям в увлекательной форме, с учетом их интересов, будут усвоены гораздо быстрее. Лэббук поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки позволяет быстро освежить в памяти пройденные темы. Помимо этого, данное пособие помогает обозначить имеющиеся экологические проблемы и способствует развитию у воспитанников грамотного и бережного отношения к окружающей среде. Лэббук – это действенное средство интеллектуального, эстетического, нравственного, экологического воспитания с одной стороны, и практическая деятельность ребенка по ознакомлению с окружающим миром с другой стороны. И лэббук у нас уже был посвящен вебинар, вы можете посмотреть на нашем канале. И там очень подробно я как раз рассказывала, как организовать деятельность по работе с лэббуком. Следующие у нас с вами – это ментальные карты. И автор данного пособия, данного метода, британский психолог Тони Бьюзан, это английское название, ментальные карты переводятся как «карты ума», карты разума, карты памяти, ментальные карты. Ментальные карты – это техника визуализации мышления. Идея ментальных карт основывается на сходствах между изображением процесса мышления и устройством человеческого мозга. Она, как и нейрон, имеет радиальную структуру. Вот если посмотрите на картинку. Ментальные карты – это отображение на бумаге эффективного способа думать, запоминать. С помощью нее развиваются творческие и речевые способности детей. Активизируется память, мышление. И вот это ее главное отличие от других способов визуализации. В современном мире дети ежедневно получают огромный поток информации. И техника ментальных карт помогает организовать и упорядочить ее, а также лучше воспринять, запомнить ее. И метод ментальных карт помогает ребенку структурировать информацию об окружающем мире, которую ему предстоит усвоить. Приобретенные знания детей при использовании интеллектуальных карт сохраняются в памяти значительно дольше, а доля усвоенного материала становится значительно выше. Процесс построения ментальных карт делает обучение творческим и увлекательным. Ознакомление с таким методом запоминания информации интереснее проводить в старшем возрасте. Но можно начинать и с младшими дошкольниками. Просто ментальные карты будут иметь, конечно же, упрощенную форму. Наша цель на занятиях с использованием ментальных карт – это формирование навыка последовательности своих действий с помощью визуализации мышления. И добиваемся мы ее через решение следующих задач. Это создание условий для овладения детьми технологией заполнения ментальной карты, развитие умения визуализировать, устанавливать причинно-следственные связи между окружающими предметами, воспитание навыка у детей совместной деятельности. Используем интеллектуальные карты в нескольких направлениях для сбора материала о природном явлении или объекте, с целью изучения нового материала, с целью закрепления материала, обобщения материала и планирования деятельности. При составлении ментальных карт необходимо соблюдение определенных правил. Итак, в центре листа у нас основная идея. Толстые ветви от 3 до 7. Много слишком тоже не надо. Дело в том, что, смотрите, уже научно доказано, число Миллера, думаю, знакомо с ним, что наше сознание может удерживать 7 плюс-минус 2 объекта. Поэтому много не надо, учитываем еще, что это дети все-таки. Однозначно много не есть хорошо. Лучше мы еще вернемся и нарисуем еще одну интеллект-карту уже с другими объектами, которые нам нужны. Итак, у нас есть основная идея в центре листа. Толстые ветви от 3 до 7. Используем цветные карандаши или фломастеры, чтобы ярко было все хорошо видно, мозг тогда считает, это запомнит. Применение также еще картинок с реалистичными изображениями или символами, чтобы было понятно, что это. Дальше. Предварительная работа заключается в совместной подготовке с детьми карточек с картинками и символами. При систематическом использовании ментальных карт можно отметить возросшую детскую активность, инициативность, самостоятельность в проявлении творчества. Дети приобретают определенные навыки по заполнению ментальных карт, планированию своей деятельности. Также еще что мы отметили, что совершенствовались коммуникативные навыки и умения. Наглядность, привлекательность, запоминаемость, своевременность, творчество, возможность пересмотра через некоторое время делают ментальные карты современным и эффективным методом на занятиях с детьми дошкольного возраста. А тут еще мы можем с вами пройтись по кривой Бенгауза, как запоминать информацию, чтобы действительно у нас отложилось, у наших детей это отложилось в голове. Так, дальше. Что я еще хотела сказать? И поистине великолепный материал, превосходный прием. С помощью интеллект-карт можно систематизировать огромный поток информации. И дети при необходимости, да не только дети, интеллект-карты используют взрослые люди, когда нужно что-то запомнить, лекции, например, студенты могут оформлять в виде интеллект-карт. Так вот, во-первых, позволяет систематизировать поток, огромный поток информации. И при необходимости есть возможность легко и быстро повторить, вспомнить изученный ранее материал. Интеллект-картам тоже у нас был посвящен целый вебинар, и вы можете посмотреть его в записи на нашем канале в YouTube. Следующая инновационная технология – это кейс-технология. И это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное предназначение кейс-технологии в экологическом воспитании – это развивать способность исследовать различные экологические проблемы, ситуации, связанные с нравственной стороной отношения человека к природе, и находить решения, то есть научиться работать с информацией. В работе по экологическому воспитанию дошкольников педагоги используют следующие виды кейсов – это кейс-иллюстрация, фото-кейс, метод дискуссии. Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной ситуации. Далее идет анализ возможных решений и выбор лучшего из них. Фото-кейс – это метод очень схож с кейс-иллюстрацией, то, о чем я сейчас говорила. Единственное отличие, что вместо иллюстрации применяются уже фотографии из реальной жизни. Единственное отличие – а так, что это то же самое. И тема примеров, используемых в дошкольной образовательной организации – кейс-фото или кейс-иллюстрация. Это, например, правильно ли ведет себя ребенок в природе, или можно ли ловить бабочек, что еще, можно ли разорять гнезда птиц, или еще тоже, помню, было у нас, ребенок замахнулся на собаку палкой и так далее. Дальше здесь же еще метод дискуссии. И цель такого кейса – это совместными усилиями мини-группы детей проанализировать ситуацию, найти выход, правильную версию. Примерные темы ситуации – хорошо-плохо, почему листочек пожелтел, или почему у тополя почки большие, а у березы маленькие, и так далее. Дальше. Тоже в качестве примера. Тема – наблюдение за бабочками. Вы гуляли на улице с ребятами и на улице наблюдали за бабочкой. По приходу в группу детям показывается картинка и задается вопрос, что может произойти и к чему может привести, если словить бабочек и принести их в детский сад. Особенно велика роль бабочки как опылители растений, ведь их основная пища – это нектар. И когда они собирают его, то переносят пыльцу с цветка на цветок. Поэтому не будь бабочек, цветки многих растений остались бы неопыленными, а значит, их ждало бы вымирание. Их бы ждало бы вымирание. Что еще? Так, еще что я хотела сказать. А, и здесь еще также можно дать задание – нарисовать вместе с детьми плакат «Защитим бабочек» и тому подобное. Или еще тема – правила поведения в лесу. Перед вами птичье гнездо, найденное ребенком в лесу. Задаю вопрос. Правильно ли повел там кто-то, какой-нибудь мальчик, потрогав его или взяв яйцо из гнезда в руки? Вот что может произойти, к чему это может привести, если мальчик, например, принесет яйцо домой? Как правильно поступить в данной ситуации? И так далее. Дальше. Следующий у нас с вами геокешинг. И геокешинг, конечно же, я имею в виду в экологическом воспитании дошкольников. Одна из инновационных технологий, которые используются педагогами в экологическом воспитании. И суть этой технологии – организация игровой деятельности детей, наполняя ее познавательным, развивающим материалом. В ходе поиска тайника по карте-путеводителю. Систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников с применением элементов технологии геокешинга способствует развитию начала экологической культуры, осознанию осознанного правильного отношения к объектам, явлениям природы. Развивает экологическое мышление, творческие способности, которые проявляются в умении анализировать и делать выводы. Дети с удовольствием общаются с природой, отражают свои впечатления через различные виды деятельности. Мы проводили, например, следующее мероприятие с использованием данной технологии в поисках тайника старичка-лисовичка, путешествия в лес, по следам амурского тигра, на поиске волшебного цветка, как капелька весну искала и так далее. Смотрите, мы можем ошибочно с вами путать и геокешинг представлять как квест, что это одно и то же, но тем не менее там есть отличия. Предвосхищая ваши вопросы, квест-игра это что? Это игра, в которой игроку необходимо искать различные предметы, находить их применение, решать головоломки и так далее. Геокешинг это игра с элементами туризма и краеведения, то есть это разыскивание тайников, сделанных другими участниками игры. И у нас тоже был вебинар, я рассказывала о геокешинге, если интересно, вы тоже можете посмотреть в записи, вам доступно бесплатно. Следующее, экологический театр, использование народной мудрости в экологическом воспитании дошкольников. Эффективным методом в экологическом воспитании дошкольников является использование народной мудрости, сказок, легенд, поговорок, загадок на экологическую тему. Цель их это обогащать ум, душу волновать и не столь создавать, даже я бы сказала, готовые ответы на поставленные вопросы, сколько развивать умение ребенка самостоятельно размышлять, используя свой опыт и предыдущее наблюдение. Одной из форм нетрадиционного экологического воспитания дошкольников является экологический театр. Это одна из инновационных форм экологического образования, воспитания детей, потому что проблемы окружающей среды дети раскрывают посредством костюмированных театральных постановок, с включением песен, танцев, частушек, агитационного содержания, пропагандирующих природоохранную деятельность. Косвенное отношение к экологическому театру имеет такая форма работы, как экологическая агитбригада. Вот у нас в организации действует экологическая агитбригада. Это нетрадиционная форма экологического образования, воспитания детей, целью которой является активизация экологического движения на определенной территории, привлечение внимания социума к проблемам окружающей среды, пропаганда природоохранной деятельности окрестностей. И отличительные особенности агитбригады – это мобильность, актуальность, оперативность. Возрастная категория – это старший дошкольный возраст. И здесь что организуется? Массовые публичные выступления, постановки, концерты, акции, трудовой десант, зеленый патруль и так далее. Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромные. Ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. Через образы, краски, звуки, музыку. Умело поставленные вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы. Театрализованные постановки можно рассматривать как моделирование разностороннего жизненного опыта детей. Эмоционального, интеллектуального, духовного, физического. Как неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий. Как способ приобщения к духовному богатству. Задача экологического театра объяснить детям необходимость бережного отношения к природе. Показывать неприглядность потребительского отдыха, загрязняющего все вокруг, основные правила поведения в природе. Инсценирование экологической информации помогает детям глубже понять и запомнить ее суть. Пробуждает простые человеческие чувства сострадания, желание помочь, необходимость действовать. Воспитывает гражданскую позицию как у актеров, так и у зрителей. В эко-театре мы, например, широко используем персонажей известных русских народных сказок, которые хорошо знакомы детям с раннего возраста. Они учатся думать, чувствовать, действовать в образах персонажей. И нашими педагогами были организованы постановки экологических спектаклей. Теремок на новый лад, эко-лабок, серая шапочка, волк и семеро-козля, дедушки-нагород и так далее. Еще одна технология – экологический айстоппер. И это инновационная форма работы по экологическому воспитанию, которая использует яркие и необычные визуальные раздражители для привлечения внимания детей к проблемам экологии. Айстоппер – это яркий, неординарный, выделяющийся элемент или необычный способ подачи информации, который привлекает внимание и акцентирует внимание на экологических проблемах. И почему используем эту технологию? Дело в том, что многих современных детей отличает клиповое мышление. Воспитаны экранные культуры телевизоров, компьютеров и айфонов. Для привлечения их внимания необходимо что-то необычное, яркое, бросающееся в глаза, то есть визуальный раздражитель, не позволяющий пройти мимо. И он может быть представлен в виде необычных предметов, кукол, панно, интригующих надписей, ну для тех, кто умеет читать, или нестандартных изображений животных, растений и людей. Сильнейший айстоппер – это цвет. Особенно яркий, ведь именно цвет предмета человеческих глаз различает быстрее всего. Также используются разнообразные, нестандартные и смешные изображения животных, людей, растений, как я говорила. Такой прием успешно применяется в центрах и уголках самостоятельной активности детей для побуждения их самостоятельной исследовательской деятельности, а также на экологической тропе. И здесь айстопперы могут одновременно служить указателями. Это могут быть различные виды плакатов, информационных листков, ядовитые, например, растения и грибы, опасные насекомые, берегите природу, не оставляя после себя мусор и так далее. Вот таким образом. Что еще? Экологический микрофон. В ходе беседы вместе с детьми образуем круг и передавая друг другу микрофон, ребята высказывают свои мысли на заданную экологическую тему. Микрофон позволяет детям свободно выражать свои мысли, чувства. Активизируются слабоактивные дети группы. Говорит тот, у кого микрофон. И вот такой этап может проходить в разных формах интервью, рассказ, выступления. Такое у меня совсем мало осталось. Экологический сторисек, мешок истории. Это интересный, современный вариант такой традиционной формы работы с детьми, как чтение обслуг. И как выглядит мешок истории? Это настоящий полотняный мешок или рюкзачок, внутри которого находится хорошая иллюстрированная книга. Дополняют книгу «Мягкие игрушки», реквизит, научно-популярная энциклопедическая литература по теме, аудиокассета, например, аудиозапись, чем пользуетесь. Дальше что еще? Дидактическая либо развивающая игра и многое другое. И формат экологического сторисека предполагает выбор какой-либо детской экологической художественной книги для чтения вслух и подготовку комплекта методических материалов к этой книге, что, несомненно, поможет сделать чтение более интересным, а процесс усвоения экологических знаний увлекательным. И тоже у нас был посвящен этой теме вебинар. Более подробно посмотрите, что там, о чем я рассказывала. Эко-сумка. И в качестве мешка истории хорошо подойдет эко-сумка, сшитая своими руками. Это сумка из ткани, самой простой конструкции, призванная заменить полиэтиленовые пакеты. По сравнению с полиэтиленовыми пакетами у эко-сумок есть масса преимуществ. Они многоразовые, они не вредят окружающей среде, и, конечно же, они выглядят гораздо красивее, креативнее. Познакомив детей с эко-сумкой, мы рассказываем о том, как сделать еще один шаг в сторону спасения природы. Эко-сумку мы рекомендовали шить мамам по эскизам детей, учитывали все пожелания, материал, цвет, величина. Некоторые дети наносили на эко-сумку рисунок с помощью специальных красок для ткани и фломастеров. И в этих сумочках дети приносили в детский сад игрушки, корм для наших птичек. Еще сорси. Это современная сюжетно-отобразительно развивающая спортивная игра, включающая в себя синтез различных видов деятельности, объединенных одним общим сюжетом. Игра состоит из испытаний. Каждое испытание включает в себя два этапа – двигательный и познавательный. Испытания проходят в течение 5-7 минут. Сорси экологической направленности. Можно включать в итоговые мероприятия в виде эстафет. Например, соберем съедобные грибы и ягоды. Что еще? Поможем затушить возгорание в лесу. Чистая земля, чистая река. Животные, красные книги и другие. Да, и другие тоже игры. Природоохранные акции в экологическом воспитании дошкольников. И систематически в нашем учреждении проходят природоохранные акции. В ходе акции дошкольники получают природовеческие знания, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношения родителей, организацию мероприятий, сами в ней участвуют. И в нашем учреждении проводились экологические акции. Елочка зеленая против вырубки этих деревьев перед Новым годом. Чистый город на оформление листовок с информацией о пагубном влиянии мусора на здоровье человека. Необходимости поддержания чистоты в городе. И этим летом дети, педагоги принимали участие в экологической акции «Сделаем город краше», во время которой занимались посадкой цветов на своем участке. В рамках акции «Зеленый город», приуроченный ко дню города, педагоги, родители, дети занимались посадкой саженцев на территории учреждения, а также возле жилых домов, в которых проживают сами воспитанники. Также мы принимаем участие во Всероссийской экологопросветительской акции «Покормите птиц зимой» на изготовление и установление кормушек на территории дошкольного образовательного учреждения. Инновационные формы с родителями тоже очень быстро. Родители тоже включаем в работу. Проблемы формирования экологической культуры решаем, привлекая родителей. Они приглашаются на занятия, праздники экологического содержания, участвуют в природоохранных акциях, в создании пополнения предметно-пространственной среды. И родителей важно же включать, поскольку они первые воспитатели в жизни ребенка. Для родителей выпускаются тематические буклеты, правила безопасности детей на природе летом, все о правильном питании детей, подвижные игры на прогулке, чистый город, наш город. Проводятся консультации, компьютеры, пользу и вред для здоровья вашего ребенка. Родительские собрания проводятся в нетрадиционных формах в виде семинаров, практикумов, в виде родительских лекториев, в виде семейных клубов. Таким образом, путем создания инновационной развивающей предметно-пространственной среды, с интеграцией образовательных областей в условиях ВОЗ, достигается главная цель экологического воспитания. Сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окружающий мир и бережно относиться к нему. Вы знаете, мы же рефлексию проводим, и в процессе работы уже были замечены такие изменения, что дети заметно расширили свои экологические представления, свое умение устанавливать причинно-следственные связи, возрос интерес к объектам, явлениям природы, а также эмоциональная реакция на пагубное влияние человека на природу. А еще появилось желание, что очень для меня важно, желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде, направленные на сохранение ценностей природы. Появился интерес к природе своего города. И вот таким образом видно, что данные формы и методы экологического образования и в дошкольной образовательной организации, и в повседневной жизни достаточно эффективны. Ну а самое главное в экологическом воспитании – это личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей воспитателей, других тоже и родителей, желание любить, беречь и охранять природу. И в итоге хочу сделать вывод, что одним из важнейших условий реализации задач экологического образования дошкольников является правильная организация и экологизация развивающей предметно-пространственной среды, которая способствует познавательному развитию ребенка, экологоэстетическому развитию, формированию экологически грамотного поведения, экологизации разных видов деятельности. Спасибо вам за внимание, благодарю за ваши отзывы, очень важно их видеть, понимать, что в правильном направлении движемся. Благодаря вам мы развиваемся. Если есть вопросы, задавайте. Если есть какие-то пожелания по поводу тем, тоже пишите, пожалуйста. Мы обязательно все берем в работу, учитываем ваши пожелания. Все ли было понятно? Благодарю. Очень и очень рада, чтобы вебинар наш прошел продуктивно. Спасибо. Если вопросов нет, я тут пока еще буду зачитывать, если что, тогда письменно отвечу. Надо уже приглашать Татьяну Викторовну, я и так задержалась. Не ругайте, пожалуйста, меня, Татьяна Викторовна. Не специально, хочется столько всего рассказать. Благодарю вас за внимание. Всего доброго, всех благ, хорошего вам настроения. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Продолжение следует...